Депутаты предлагают компенсировать стоимость обучения детей, осваивающих программы среднего профессионального образования на период военной службы родителя. Такое обращение парламентарии планируют направить заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой. Накануне инициативу обсудили на заседании Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Законодательного собрания Карелии. Как отметили в парламенте, сегодня в Карелии семьи мобилизованных граждан, чьи дети обучаются в республиканских колледжах и техникумах, уже получают компенсационную выплату. Однако, по словам депутата Галины Гореликовой, в регионе есть три учреждения среднего профессионального образования федерального уровня, на которые эта компенсация не распространяется. Это и РЖД, мы называем так это училище, это и речное училище, это и частный колледж Министерства юстиции. То есть у нас три учреждения, это для республики может быть не так много, но мы понимаем в размерах каждой семьи индивидуально, это действительно значительные средства. Но мы понимаем, что для рынка труда данная компенсация тоже будет иметь значительную поддержку. Комитет рекомендовал Карельскому парламенту принять проект обращения на федеральный уровень. Напомним, что на региональном уровне уже существует ряд мер поддержки семей мобилизованных граждан. Это единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей, бесплатное горячее питание и посещение учреждений дополнительного образования. Также семьи освобождены от уплаты за детский сад и имеют право на материальную поддержку при газификации индивидуального жилищного строительства.